Здравствуйте. Тема у нас сегодня такая. Прервала ли Октябрьская революция и последовавшие за ней социальные перемены в нашей стране? Прервали ли они поступательное развитие, прогресса в нашей стране? Может быть и до революции все дела шли нормально. Действительно, ведь менялось все к лучшему потихонечку. Дороги строили, нравы становились все мягче и мягче, мечтали, что будет еще лучше. Вот на эту тему собрались мы поговорить. Емельянов, Юрий Васильевич к нам пришел, кандидат исторических наук. Он спец, как я понимаю, по гражданской войне. Но это одна из тем. Одна из тем вашей. Но тем не менее, я не являюсь сторонником вот такой постановки вопроса, как я сейчас сказал. Я не ее партизан, не партизан этой постановки вопроса. Тем не менее, есть люди, которые утверждают. Вот смотрите, царская Россия при Романовых активно совершенствовала систему государственного управления. Это делалось, естественно, с одной стороны, в интересах правящих классов, естественно. А с другой стороны, в общем-то говоря, система управления лучше становилась, и народу как-то легче, и приятнее становилось жить в России. И даже есть такая вот фраза, из какой-то журнальной статьи ее почерпнул. Что вот мягкое правление Екатерины, потом мягкое правление Александра Первого, потом Александр Второй отменил крепостное право, суд присяжных, свобода слова и печати. И вот это как раз такой вот, вот-вот мы уже пришли к такому просвещенному либерализму, а тут бац, передряги стыка вот этого 20-19 века, революции русские, война мировая, гражданская. И все только испортили. Нет бы, потерпеть бы еще, все было бы в порядке. Терпели же 300 лет, потерпели бы еще. Как-то не очень меня эти 300 лет убеждают, на самом деле, что действительно надо было потерпеть, и все было бы хорошо. Или все это как-то не туда шло. Был, так сказать, вектор, как говорят, вектор развития в правильном направлении, или не был? Ну, мне кажется, что здесь несколько вопросов вытекают из такой вот постановки этой проблемы. Первое. Насколько справедливо говорить о непрерывно продолжающемся направлении развития России в одном и том же, к одной и той же цели. Вот, если говорить о Екатерине, Александре и так далее, то тут сразу бросается в глаза. Но после Екатерины следовал Павел I, известный своей жесткостью. После Александра I следовал Николай II, который на 30 лет, в общем, заморозил страну. Кстати, очень часто так бывало, когда правитель приходил к власти в холодное время, то это немножко так отражалось и на стиле правления. Подавление декабрьского восстания, приход Александра Николая I к власти, и после этого суровый режим, почти 30-летний Николая I. Ну, в ноябре пришел к власти Павел I и жесткий режим его правления. Правда, это нарушает вот такое красивое, мистическое немножко, мистическое такое объяснение, нарушается приходом к власти Александра III, который тоже ужесточил правление после Александра II. Он пришел к власти после убийства 1 марта 81 года, весной. Но факт остается фактом. Шло не все так ровно. Шло, ну, как один мыслитель в свое время сказал, история – это не тротуар Невского проспекта. И это справедливые в отношении истории России. Шло не так все прямолинейно. Некоторые мифы существуют, сложились. Ну, говорят о том, что вот, да, противоречивость даже самих правлений. И, скажем, Павел I, жесткий правитель в отношении своего класса, он же ставил вопрос о сокращении барщины и приближался к отмене крепостного права. Не все так однозначно можно говорить и о правлении Николая I. С одной стороны, рассвет культуры. В это время происходит Пушкин, Гоголь и так далее. С другой стороны, запреты на целый ряд публикаций. То есть, все не так уж просто. Ну, кстати говоря, вот я за Николая I заступлюсь, хоть вы на него и не нападаете. Геонид Пушкин. Бюрократическое государство управляемое, ведь бюрократия – это не обязательно ругательство. Это же система управления. Нажало на кнопочку и все заработало. Это же хорошо. И опять-таки огромное противоречие и Николая I, и бюрократического аппарата. Ведь, с одной стороны, он забюрократизировал страну, как вы совершенно правильно говорите. Но он же боролся за отмену крепостного права. И кто ему мешал? Бюрократы. Не помещики. Помещики были готовы пойти на отмену. А почему такие помещики добрые были? Почему? А потому что уже было нерентабельно поддерживать крепостное право. Но вся бюрократическая система была зациклена на существующих крепостных отношениях. Все эти министерства, куда посылали ходатайство, контроль, мертвые души, которыми торговали, опекунские советы и так далее. Вот они саботировали и вставляли в палки колеса Николаю I, который, если бы он прожил еще немножко, может быть, вошел бы в историю как царь-освободитель. И опять не все так было просто с либералом Александром II, который заканчивал свое правление, либеральное правление, установлением диктатуры Ларис Меликова. Когда все было... То есть все не очень просто. Не-не, ну вот про диктатуру поподробнее. Я-то слышал так, что вот как раз готовилось открытие некого, как сказать, совещательного органа по подготовке проекта чуть ли не Конституции. Все-таки как-то вот при всем, при том, что при нем был такой фаворит Ларис Меликов, ну и что? Это просто доказывает, что проведение часто либеральных реформ осуществляется очень жесткими методами. Это сплошь и рядом парадокс истории. Для того, чтобы освободить какие-то силы, иногда прибегают к диктаторским методам. Вот это часто не укладывается в умы рядового читателя исторических книг и даже, к сожалению, некоторых историков. Теперь насчет смягчения нравов. Ну, не было такого вот прямолинейного смягчения нравов. Да, Пушкин, когда в своей капитанской дочке устами главного героя говорит о замечательном смягчении нравов в нынешнее царствование Александра I. по сравнению, предполагается, с правлением Екатерины II. Но вот берем Герцена, и он говорит, что в России пытают, пытают везде, от Берингового пролива до Таунрогена, это на границе с Восточной Пруссией тогдашней, что пытки – это постоянное явление русского правосудия. Пытают по-разному, но пытают достаточно жестоко и эффективно. Проходит лет 70, и журналист Дорошевич в своем очерке «Пытки» специально об этом останавливается. Он говорит, да, до сих пор пытки происходят. Ну, как, вот, допустим, вот на его глазах приводят приставу какого-то мужичка. Вот, говорит, участвовал в погромах, говорит пристав. Нет, вашество, не участвовал, дуром взяли. Сейчас проверим. Он берет свою нагайку, пристав, и нагайкой изо всей силы бьет этого мужичка по спине. Тут кричит благим матом, корчится. Говорит, проходи, дуром попался. И объясняет Дорошевич, у меня, говорит, своя метода. Те, кто на погромы идут, они несколько рубашек одевают. А сейчас вот посмотрим. Вот перезовут другого мужика. Опять нагайкой. Кричит, но уже не благим матом и без корчей. Ага, говорит, вот это наш. Говорит, мне просто лень, говорит, снимать с них рубашки. То есть вот, у меня, говорит, удар такой, нагайка с металлическим концом. Говорит, я гвоздь перешибаю этой нагайкой. Вот это походе делается. А так, ну вот, Дорошевич рассказывает, битье, как это называлось, это в порядке было вещей. То есть о смягчении нравов говорить можно с большой относительностью. А это вот какой период? Это 900-е годы. 300-е годы. Я вот вам расскажу историю, может быть, вы ее не знаете. Дело было в 1825 году. Это год восстания декабристов. Еще при Александре Первом, то есть еще до него. Персонаж, знаете кто? Профессор Лобачевский, общеизвестный наш. Он был большой человек в строительном комитете, тогда в строительном комитете Казанского университета. Очень ответственное лицо, распорядитель кредита, там, ну, место очень большое. И вот был возмутительный случай. Несколько рабочих, крепостные, кстати говоря, среди них были. Их прислал хозяин столярной мастерской. Они принесли какое-то там оборудование в университет. И вот оттуда шли уже, вещи сдали, столы какие-то там для чего-то, для рисования были какие-то столы. Идут по лестнице, лестница только что отделана в главном здании. И чего-то там такое, вот по этим украшениям, чем-то там. И что-то сломали там. Ну, безобразное поведение. Ну, пустили людей. Ну, за них взялся профессор Лобачевский. Посадил одного в стул. Это такое было занятие, в стул посадить. Значит, он сидит, вот убрали вот это сидение из стула. Ну, и вот у него там же все это врезается туда. Вот, значит, на него таким методом воздействия. Был скандал, потому что это были люди крепостные. Не его, а вот кого-то там. Вот, ну, соответственно, на эту тему даже была, значит, литература по этому вопросу была создана. Ну, вот профессор Лобачевский, наш, в общем-то, любимчик, по большому счету, по крайней мере, у математиков. Вот он, вот, это его такая была деятельность. Да, так что вот нельзя идеализировать и представлять себе, что прошлое до 1917 года – это тот мир, который открывается нам по отдельным страницам прекрасной русской классики. И где, где тоже можно найти, темные стороны, но вот берут только светлые описания балов в доме Ростовых или там у Анны Шерер и так далее. После балов того же Льва Толстого возьмите, да. Да, да, да. Тут немножко здесь скаблится. Да, но была другая еще сторона. Страна быстро развивалась, особенно после отмены крепостного права. Темпы развития в России были в период 1861 по начало 20 века одними из самых больших во всем мире. По темпам Россия опережала все страны мира и возникал такой известный экономист, псевдонимом Парвус, и потом политический деятель, авантюрист. Он считал, он в конце 19 века написал статью, что Россия скоро станет ведущей державой мира, если она сохранит вот эти темпы развития. Вот вам вектор развития. Вектор экономического развития, научно-технического развития, потому что рождались и открытия, и в России появились такие имена, как Менделеев, и Бутлеров, и тот же Лобачевский и так далее, и так далее. То есть целый ряд выдающихся деятелей науки и техники родились в России. Ну, это же хорошо было, правда? Для народа-то было лучше. Чего было бунтовать-то вроде бы? Верно, темпы экономического развития были быстрые, и если бы плоды этого экономического прогресса распространялись бы равномерно, или хотя бы в какой-то степени от этих плодов экономического прогресса выигрывала значительная часть России, то это было бы прекрасно. Но ведь этого-то не было. Россия по-прежнему сохраняла очень резкое социальное различие. Ведь почитаем того же Гапона, как он описывает, в каких условиях жили питерские текстильщики. Это комната, разделенная веревками на несколько там отсеков, где живут разные семьи. Ну, у меня отец рос в Баку, где мой дедушка был рабочий, плотник на нефтяных промыслах. И вот отец за хорошую успеваемость получил возможность учиться бесплатно. Он был один из двух школьников в реальном училище, извиняюсь, он был в реальном училище, где он мог учиться. И вот когда его соученики говорили о хорошей жизни, он даже не понимал некоторые вещи, он не понимал, что такое вилка, он не знал, что такое упасть с кровати, потому что они спали на полу. Это был обычный быт рабочей семьи, в которой жили очень многие. И вот это было очень важно, так сказать, что плодами экономического прогресса ни рабочий, быстро растущий рабочий класс, ни подавляющая часть населения России, крестьянство, не могло еще воспользоваться. Все-таки еще оставалась и деревянная саха, и лучина, и хотя в то же время внедрялась и техника постепенно, и в сельское хозяйство, и все. Но темпы проникновения, прогресса и улучшения жизни существенно отставали от возможности России. Ну, это тут вот как вину-то ставить трудно, ну не получилось, не получилось. А вот вы мне вот такую вещь скажите, вот знаменитый расстрел в 905 году на Дворцовой площади. Вот я до сих пор в толк не могу взять, зачем нужна была эта провокация. Пришли рабочие с иконами, к царю, значит, с просьбами, стрелять-то в них зачем? Вот смысл такой, вот это, ну, уму непостижимо. Они сразу же спровоцировали, значит, ответную реакцию, ответное насилие. Зачем? В этом проявилось, конечно, отчаянное непонимание верхов и психологии низов, и их интересов, и их положения. Они не желали просто знать, что на самом деле хотят питерские рабочие, что, как они живут, что они требуют, что им необходимо. И вот поэтому первая реакция паническая, что это идут свергать власть, хотя на самом деле царь не находился в Зимнем Дворце в это время. И если бы даже, допустим, по какой-то причине взбунтовавшаяся толпа захватила Зимний Дворец, ну, ничего бы не произошло. Это не почта, не телеграф, это просто музей. И спальные комнаты, столовые, кухни и так далее, и больше ничего. То есть это, но это отражало вот это отчаянное непонимание между низами и верхами. Верхи упорно держались за сложившийся порядок и не желали видеть положение низов. Вот в этом, я думаю, проявилось. Тысячи человек убитых все-таки были тогда, тысячи человек. Потом вот Столыпин, который сейчас изображается таким замечательным реформатором, все. Была другая сторона Столыпина, это 14 тысяч расстрелянных и повешенных. Это 170 тысяч заключенных в каторге и тюрьме. Огромная цифра. Это, в общем, потом были и больше цифры. Но тут-то, кстати, хотя бы видимость некой правовой деятельности. А вот когда было то самое подавление декабрьского восстания в Москве, экспедиция полковника Римана на станцию Галутин, это же было просто беспредел. То есть расстреливали первых попавшихся, кто попался, не разбираясь ни в чем. Абсолютно. И, кстати говоря, вот почему тогда у нас сохранялся такой, как бы сказать, институт, наверное, да, это можно назвать, сословного деления. То есть вот у человека была, скажем так, анкетный пункт его, да, сословие, значит, из крестьян там такого-то уезда. Он живет давно уже, может, не первое поколение, живет в городе, работает на заводе, неплохо зарабатывает. У него может быть свой дом, но он все равно не мещанин этого города. Ну, не дворянин-то это уж, ладно. Он не может даже в черте городской селиться. Он ведь живет тут где-то вот на слободе какой-то. Ну да, да. Хотя, может, он вполне составил. Ну вот его-то тоже вставили, человек второго. Зачем это? Каков смысл был чисто технический? Ну, понятно, там паспортная система, все это здорово, интересно для управления обществом. А зачем вот эти вот такие вот очень искусственные разделения людей на дворян, мещан, каких-то крестьян? Ну, дворяне, ладно, любят они себя, но мещан с крестьянами чего делить? Ну, это тоже понятно, потому что мещане, благодаря тому, что они были поставлены в особое положение, они чувствовали себя, с одной стороны, ниже дворян, но выше крестьян. Выше крестьян. Но крестьян эти давно уже не крестьяне, давно уже паровозы делали. Иосиф Жугашвили, который не проработал на пашне ни одного своего дня, потому что он родился в городе, в каком-никаком, но городе, горе, он считался крестьянином. Он считался крестьянином по паспорту. Поэтому, ну, это, конечно, абсурд и тогда очевидный, но, тем не менее... Но этот абсурд, между прочим, был как раз тем... Он имел, да, он имел определенное и социальное, и политическое направление. Это закрепить всех людей на своем месте, закрепить вот стабильность искусственно. И потом, когда уже начались вот эти выборы в Думу, там же намного превышала квота, я уже сейчас на память не скажу, которая была закреплена за помещичьим с классом, за городским населением и за крестьянами, за рабочими. Последние имели гораздо меньше возможностей быть представлены. И в результате в Думе большинство, оказалось, в Первой же Думе, большинство людей, так сказать, высшего класса, а рабочие почти не представлены были в Думе. У них было подавляющее меньшинство. Хотя рабочий класс уже имел в своих рядах несколько миллионов, то есть в несколько десятков раз больше, чем дворян. Но, тем не менее, их дискриминировали. И ведь в этом-то и значение Октябрьской революции, которая вот прервала это, прервала. Вот в этом я согласен. Да, это был прерван в чем-то последовательный путь развития. Но в чем? Были отменены сословия. Одним из первых декретов. У нас часто вот школы заучили в декрет мире, земле и правительстве, и власти. Но там же были очень важные были приняты декреты. Декрет о ликвидации сословий. А это еще не февральская революция? Февральская революция не отменила сословия. Нет, ничего в том-то и дело. В чем абсурд? Весь февральская революция ничего они не сделали. Хотя по смыслу это была задача буржуазно-демократической революции? Ни аграрные реформы не осуществили. Ни осуществили необходимых социальных преобразований. И отмен, уравнять в правах. Но они только сняли какие-то ограничения с ряда национальностей. Вот, скажем, отменили черту отседлости. А на большее-то они не пошли на ликвидацию всей дискриминационной режима в отношении других национальностей. Ликвидация всех сословного неравноправия. Вот это же только в первые дни Октябрьской революции было осуществлено. Восьмичасовой рабочий день, о котором мечтали с середины 19 века лучшие социалисты, революционеры Европы. Они же боролись, боролись, они сокращали рабочий день. Но восьмичасовой рабочий день был введен только советским правительством в России. Это один из первых декретов. На четвертый день существования советской власти был введен шестичасовой рабочий день для подростков. Этого не было. Ликвидация неравноправия между женщин и мужчин. Это же было только впервые. Было разрешено равное голосование, равное участие в политической жизни, в выборах для женщин и мужчин. И вслед за этим начались преобразования во всем мире. И аграрное преобразование, и введение восьмичасового рабочего дня, и изменение поправка в Конституцию США, отменяющая дискриминацию женщин. Наверное, женщины до 1917 года в США не голосовали. Только благодаря социалистической революции эти изменения произошли. Аналогичные изменения происходили в Англии и в целом ряде других стран. То есть на все такие очевидно положительные нововведения советской власти, да, Запад ответил их копированием? Конечно, конечно, конечно. И вот говорить о том, что прервано было... Да, да, конечно, всякая революция, она, во-первых, всякая революция, она неизбежна, как неизбежна течение истории. Ну, не было стран без революционным развитием. Не было таких стран. Вот не найдешь на планете даже. Вот Эфиопия, Афганистан, самые такие стоящие в стране. Не пал, наконец, вот самые удаленные от магистрального пути развития. А некоторые пережили очень много революций и достаточно радикальных. Вот Россия, конечно, не могла не пережить революцию. Это раз. Революция поэтому приняла очень радикальный характер. А всякая революция, она носит и созидательный, и разрушительный характер. Это неизбежно. И вот, когда читаешь воспоминания белых авторов, Деникин ли это пишет, Роман Гуль вспоминает, Шульгин, вот их поражает та злоба, которую они читали в лицах рабочих, крестьян, вот интеллигентов бедных, которые они сталкивались на питерских улицах, на площадях. Там Одессы, Ростовы. Даже бедных интеллигентов. Конечно, конечно, озлобленность такая, потому что, когда они видели человека в погонах, когда они видели там Шульгина и узнавали, они видели в выражении лиц прежде всего крайнюю злобу. И они потрясены этим, вот эти авторы, о которых я говорю. Но ведь другая сторона этого, они не думали о том, почему это было. Почему вот такая злоба. А это было накоплено веками, годами, годами несправедливости, годами вот этой кастового превосходства, которое они уже не замечали. Все эти Деникины, Шульгины и Романы Гули и так далее. Деникин-то был, между прочим, сын крепостного мужика. Ну, потом-то он был генералом, и это уже очень меняло психологию. Да, этот Корнилов тоже выходит из мещанской среды, но потом-то это был генерал. И это очень, это вот быстрый переход по социальной лестнице, это часто так отражалось на поведении человека и его видении мира. И это очевидно, гражданское вот это противостояние, гражданская война, в которую втягивалась страна. Вот Ленин правильно говорил, что гражданская война в сущности началась уже во время февральской революции. Он даже писал одно время, что военная фаза гражданской войны кончилась, это он писал после февраля 1917 года, началась мирная фаза гражданской войны. Он не знал, что потом будет другая фаза, и третья, и так далее, и так далее. Да, потому что он хватило всем сладкого до слез. Да. Так что, конечно, любая революция, чреватая гражданской войной, противостоянием, разрушением, она приносит много бед для любой страны. Но нельзя забывать и о другой стране этого дела, потому что все-таки, в конце концов, кончилось все не погружением России в хаос или в омглу, как писал Уэллс. Россия в омгле. Да. А выход на новые рубежи и очень быстрое. Спасибо вам большое, кто к нам пришли. И публике нашей спасибо за внимание, и то, что вы нас, так сказать, политкорректно выслушали. Да, ну, не перебивали, хоть и не могли, но не перебивали. Спасибо, до свидания.